...на регистрацию в системе. Соответственно, вам откроются доступы к записям этого нашего интенсива небольшого. Если кому интересно, как выглядит страница регистрации, в которую вы не можете попасть, то вот она. Так. Наверное, давайте сейчас лучше пин-коды отошлем, чтобы потом вот всех не искать, не ловить, и все были сразу с доступами. Так, сейчас организуем какой-нибудь приватный чатик с каждым. Прямо здесь я напишу пин-коды. Для того, чтобы вы могли по ним пройти, использовать их при регистрации. Какие еще дела надо? Так, у вас 8 человек, получается, сейчас у нас 8. Окей. Сейчас каждому прямо в этой системе вы пришлете личным сообщением какой-то непонятный набор букв. Не беспокойтесь, кошка по моей клавиатуре не ходит. Просто нужно пройти по ссылке, которую я скинул заранее, и зарегистрироваться, используя, соответственно, пин-кодик. Так, первый акт с раздачи Деннер. Потом сейчас Лексу придет. И вот Лекс, регистрируйся. Если у кого-то появляется проблема с регистрацией, сразу пишем в чат. Мы это разрулим. Теперь Антон. Далее у нас идет, у нас такое вот перечисление, кто в теме. Валерий. Вы выигрываете автомобиль. Константин. Следующий у нас идет Максим. Максим вроде получал, он в автоматической системе получил. Если я не прав, Максимка, пиши. Ты с нами давно. Следующий Павел у нас идет. И последний Юрий. Все получили, все идут по странице, которую я скинул в общий чат. Там регистрируется, и код активации, соответственно, вводят этот код. А сразу же после сегодняшнего занятия у нас будет создан специальный раздел там на сайте, где будут записи. А сейчас я начну демонстрацию экрана потихонечку, и мы начнем программировать шейдер. Руками. У нас на лендинге было то, что вы не будете программировать, но вы будете программировать немножечко. Так, так сказать, приучим вас прекрасно. Все, у меня пошла демонстрация. Также я включу сейчас метки в чате по времени. Получается, да, будет четыре дня. Мы и так хотели сделать четвертый день за дополнительные 500 рублей, но я решил, что я все-таки недостаточно хорошо шарю в программировании шейдеров, и брать деньги за то, что я буду рассказывать, как их программировать, это просто кошмар. Я еще немного опустился. Что нужно? Нужна Unity. Нам нужна Unity. И, собственно, MonoDevelop подойдет стандартно. Я буду программировать в Visual Studio шейдер, но программировать шейдер в Visual Studio не рекомендуется, так как там подсветки нету, и лучше использовать Mono. Но я просто привык к Visual Studio, и все. Сейчас мы настроим буквально простую сцену прямо в Unity. Я расскажу, как работает наш шейдер. Первым делом, смотрите, он примерно такой эффект нам дает. То есть это какое-то стекло, у него есть какие-то нормал-мапы для объемности, и по кубмапе он у нас отражает все. То есть сейчас у нас используется, допустим, реалтаймовая кубмапа, которая генерируется специальным скриптом. Ну, мы можем использовать кубмапу, которую создадим, допустим, из скайбокса. Кубмап, for example, скайбокс. Вот, соответственно, мы можем из стандартных тех же ассетов взять какие-то текстурки для кубмапы и напихать их в нашу кубмапу. Вот. И в фронт. Соответственно, мы можем на этот шейдер повесить эту кубмапу. И у нас она будет отражать, наше стекло будет отражать небо. То есть мы можем отрегулировать интенсивность отражений, убрать вообще кубмапу-то, ну, у нас будет это примерно так выглядеть. Вот. Но нормалу мапу я все-таки верну. Без нее он выглядит ущерб. Итак, для начала, как строятся вообще шейдеры в Unity и как они программируются. Надеюсь, все понимают, как работать с шейдерами в Unity. То есть у нас есть какой-то материал, к материалу крепится шейдер, и, соответственно, в материале настраиваются его настройки. То есть задаются текстуры, задаются какие-то колоры. И все такое. То есть с этим должны быть понимания. То есть тут, я надеюсь, собрались опытные графические дизайнеры или еще что-нибудь такое. И все понимают фичу. Мы создаем материал, назначаем на него шейдер, назначаем какие-то свойства шейдера. Это все просто. Далее материал идет на объект, и шейдер его рендерит, соответственно. Далее нам в Unity нужно создать какой-то шейдер. Для этого мы переходим во вкладку Create и нажимаем шейдер. У нас создается простой шейдер, который мы можем как-то назвать. Допустим, Simple. Simple Surface. Сейчас у меня перезагрузится проект. Я перенесу папочку. То есть у нас создается простой шейдер, который имеет какую-то main текстуру для отображения, стоит в стандартной очереди, соответственно, имеет какой-то сэмплер, и в Surface методе выводит, натягивает эту текстуру на объект. С теорией шейдеров вы ближе познакомитесь с Александром. Он вам расскажет ключевые различия про шейдерный конвейер и так далее. Но я расскажу так вкратце. В Unity у нас используются три, так сказать, видов шейдеров. Это Surface шейдеры, это вертексные шейдеры, и это фрагментные шейдеры, или, как их еще часто называют, пиксельные шейдеры. То есть у нас геометрия, когда обрабатывается на видеокарте, на каждый, так сказать, участок вызывается шейдер и контролирует отображение. Секундочку. А я вернулся. Ну и вот, допустим, у нас есть геометрия, у геометрии есть вертексы. Итак, для каждого вертекса нашей геометрии у нас вызовется вертексный шейдер, который сможет как-то отрегулировать положение вертекса, слегка его изменить, или сделать что-нибудь подобное. Плюс у нас есть фрагментный шейдер, или пиксельный, который вызовется для каждого пикселя объекта, который будет рендериться на экран. Соответственно, мы можем как-то этот пиксель изменять, добавлять ему цветов, добавлять отражение по нормали какой-то и так далее. И в Unity у нас есть особенный шейдер, Unity-вский, это Surface шейдеры, которые более абстрактно работают с поверхностями. То есть так он называется, Surface, поверхность. То есть у нас в поверхности есть нормаль, есть цвет, есть альфа, есть отражение, и есть спектр и прочие свойства у наших поверхностей, которые мы, собственно, и задаем. Мы зачастую будем работать с Surface шейдерами, вертексные и фрагментные шейдеры. Это тоже прикольная штука, но настоящие дизайнеры используют только Surface шейдеры. В Unity также мы программируем шейдеры на каком-то определенном языке. Это либо CG, либо специальный директорский язык. Зачастую шейдеры пишут на CG именно. Я не встречал еще примеров на директорском. Не знаю почему, но их почему-то нет. Кто-то им не пользуется. И для всех шейдеров Unity нам предоставляет какую-то обвязку, то есть какие-то свойства для, даже не свойства, а какой-то специальный код для интегрирования шейдера в наш диджок. То есть мы можем, это называется Shader Lab, еще один язык. Соответственно, у нас есть каркас шейдера на Shader Lab, и внутри этого каркаса уже специализированный код на том же CG, который либо поверхностный, либо вертиксный, либо там Surface и так далее. Основные задачи, которые на себя берет Shader Lab, это, допустим, интегрирование свойств к материалу. Допустим, вот у нас есть блок properties, то есть наши какие-то поля. На данный момент у меня, допустим, назначено в простом шейдере, это MainText, то есть основная текстура. Указано то, что это 2D, и по умолчанию она цвета white. Далее уже в SubShader, в блоке CG программа, мы объявляем какую-то переменную, в данном случае у нас Sampler 2D, обычная текстура, которая называется так же, как и наше поле в блоке properties. Unity сама возьмет отсюда данные, и при рендеринге передаст сюда их. Нам не стоит об этом заботиться. Вот, это в Unity достаточно удобно сделано. Здесь у нас также есть какие-то сопроводительные данные вроде тегов. В данном случае у нас есть RenderType. У нас еще есть очереди, допустим, у нас все объекты при рендеринге бьются на этой очереди. Допустим, transparent объекты у нас рендерятся самыми последними, поэтому такие вещи, как стекла, мы делаем в очереди transparent. Также поподробнее о всех этих тегах, о всех этих свойствах расскажет Александр. Сейчас, точнее скажу. GLSL это вроде как раз-таки директорский. Я вот точно не скажу сейчас. Возможно, это GLSL, но в простонародье все его сгибы называются. Ну да, это скорее GLSL. Да, GLSL, а SHLSL это тоже директорский. У нас зачастую GLSL используется. Вот. То есть здесь вы можете, допустим, в методе surf, который означает surface shader, видеть простую структуру шейдера. То есть у нас есть какая-то input структура, которая передает нам данные для обработки. В данном случае у нас UV main текстуры, то есть наша UV-шка как раз-таки. И есть какая-то output структура, которую мы должны заполнить. В данном случае у нас albedo, то есть наш цвет какой-то, и наша alpha. Все эти данные мы банально берем из текстуры, точнее берем пиксель из текстуры по развертке. Насколько я понимаю, у UV main текст это точка на текстуре, которая проецирована на нашу поверхность. То есть мы берем пиксель с определенной точки, а далее переносим в output структуру RGB пикселя, и соответственно alpha. Если мы применим этот простой шейдер, допустим, к какому-нибудь объекту, допустим, к тому-то кубу, создадим новый материал, применяем его на объект, и переносим сюда наш шейдер, simple-for-face. Все, у нас почти ничего не изменилось, а мы можем, соответственно, назначить какую-то текстурку на него, которая натянется. Вполне такой самый простой шейдер. Обычный диффьюзный шейдер. Здесь мы также можем, Unity нам позволяет настроить тайлинг сразу, потому что мы передаем ливишку. Если бы мы этого не делали, у нас бы тайлинг нельзя было настроить, например. Такое бывает. И настроить offset текстуры, например. Сейчас offset, правда, не заметен немного. Выкручим это все. Но это все такая вот лирика. Сейчас мы поближе уже начнем разбирать наш шейдер стекла. Но для начала мы проведем небольшую сессию и вопрос-ответ. Если есть вопросы, можете их задать, а я попробую на них ответить. Также я сейчас подготовлю список литературки, где можно почитать подробнее о Properties. То есть вот они. Здесь можно почитать об особенностях назначения каких-то полей. А вот здесь можно посмотреть уже конкретные эксемплы различных шейдеров. Это кубмапы, нормалмапы, диффьюзки. И как там можно работать, допустим, не только же мы можем натягивать по UV нашей поверхности, также мы можем, допустим, натянуть текстуру по UV-шке screen space. Моно-девелоп. В моно-девелоп нам нужно создавать проект. У нас моно интегрируется в Unity. То есть если я бы сейчас закрыл Visual Studio и переключился бы в Preference External Tools на Monо-девелоп и попытался бы открыть мой шейдер, он бы открылся у меня в Monо-девелопе. Он у меня не открывается в Monо-девелопе, но сейчас откроется. Ассоциацию еще не перерезал. Смитр. Возможно, придется перегустить Unity. Но ты просто нажмешь на шейдер, он у тебя в Mono-девелопе откроет. У меня почему-то только Visual Studio сейчас дергает. Понятно. Я покушал. Я тоже. А вот. Сейчас мы разберем снег. Соответственно, наш шейдер стекла. Если больше вопросов, конечно же, нет. А не, печатает кто-то. Больше не печатает. Опять печатает. Какой звук? Да, вот, кстати, самое забавное. Вы слышите звук чата? Я не слышу. Да без разницы, в принципе. Шейдеры они и там, и там, и одни и те же. Но в 3D лучше. Настоящие левел-дизайнеры нужны в 3D-шке. Да, вот я вот, допустим, не слышу звук чата, почему-то. Ну ладно. Я буду возвращаться периодически. Вот. Сейчас мы рассмотрим простой такой шейдер. Достаточно. Я открою его на редактирование, на мой simple class. Простой шейдер. А здесь вы сразу видите какой-то блок с пропертями. То есть у нас есть... Как будет проперти на русском? Я не выговариваю это слово. Сейчас я им приду, чтобы я смог быстро говорить. Свойства. Вот. Точно. У нас есть блок с свойствами. Это color какой-то. Здесь мы задаем какой-то description для инспектора. И, соответственно, тип нашего свойства. В данном случае это color. Color. То есть наш цвет. Какой-то цвет. Далее через равно мы присваиваем какой-то цвет по умолчанию. То есть это 0 по R. То есть одна мера красного. 0.6 по зеленого green, D, соответственно, синий и альфа. То есть он будет полностью непрозрачным цветом. Далее у нас bump map. Обычная normal map. Сколько вы знаете, normal map это обычная текстура в RGB, в которой закодированы какие-то вектора. Поэтому у нас нет никакого специального типа для normal map. Normal map это обычная текстура, поэтому мы ее также помещаем как 2D. То есть normal map это та же обычная текстура, просто мы с ней работаем по-другому. И устанавливаем значение по умолчанию, которое предоставляет нам бьюнки. Bump. То есть это нулевые вектора, насколько я помню. Далее у нас есть кубмапа какая-то. Свойство я назвал куб. В description я написал кубмап. И тип уже указал куб. Потому что это уже необычная текстура. Это у нас особенная текстура, элитная. У нас там 6 сторон в ней. И никакого у нас значения по умолчанию. Дальше у нас есть emission range, то есть сила отражений. Дальше мы пиксели с кубмапа просто умножим на сила отражения. Она у нас будет от 0 до 1. То есть если мы помножим, допустим, на 0,5 сила отражения, оно у нас станет в 2 раза слабее. Соответственно у нас есть тут специальный тип range, который создает ползунок прямо в детекторе юнита. Вот он у нас. И этот ползунок может принимать значения от 0 до 1. Значение по умолчанию 0,07. Агент 0,07. Лицензия на разработку шейдеров. Это обязательство. Вот. Далее у нас идет сабшейдер. Это соответственно какой-то шейдер, который будет работать. В тегах у него назначена очередь transparent. У нас есть много очередей рендеринга в юните. О них также можно почитать в справке, в документации. Александр на следующем занятии расскажет об этом в подробниках. А в моем случае у нас очередь transparent, которая указывает то, что он будет в очереди прозрачных объектов рендериса. А прозрачные объекты рендериса в юните самые последние. А далее у нас идет такая специальная штука, как grab path. То есть у нас будет какой-то проход шейдера, который сделает grab текстуру. То есть это такая текстура, на которой будет запечено все, что сзади нас стоит. Все, что было до нас рендерено, он запекет в эту текстуру. И дальше мы на эту текстуру будем уже что-то накладывать. Соответственно мы стекло делаем не просто альфой, то есть не изменяем альфу, а канал наш, он не просто прозрачный, а мы именно накладываем на наш объект все, что было сзади него, и как-то уже с этим работаем на нашей поверхности. То есть добавляем какие-то отражения, добавляем какие-то нормали и так далее. То есть у нас здесь специальный проход, так и называется grab path. А далее у нас уже начинается код на, соответственно, GLSL. Мы указываем какие-то прагмы, то есть у нас указываем то, что surface shader обрабатывает метод в старых языках принтера грицур. А функция, точнее, то есть у нас surface shader и surface shader отвечают функцией surf. А также у нас используется освещение lambert, по lambert, то есть мы можем писать свои модели освещения, добавлять их в shader, и, соответственно, здесь их указывать. А вертиксный шейдер у нас отслуживает функция wear, наша, соответственно, которая, так сказать, инвертирует нашу grab текстуру. Дело в том, что она немножко кривая, ее нужно пока подкорректировать. Это мы делаем, соответственно, в этой функции. Далее у нас идут какие-то переменные для работы. Это sampler 2D, наша main текстура. Также у нас есть какая-то grab текстура, как раз-таки то, что будет сзади нас bump-мапа, sampler cube, это уже наша cube-мапа, fixed 4, это четырехкомпонентный вектор RGBA, то есть красный, зеленый, синий, альфа, который будет за наш color отвечать. И, соответственно, какое-то float, какое-то число, которое отвечает за emission range, за силу отражения. И у нас также есть структура input, которую заполняет unity, то есть добавляет какие-то дополнительные данные. Их очень много, также в документации все они перечислены. Это и какие-то screen UV-шки, и еще что-то. В данном случае я беру только UV-grab текстуры, которая заполняется в вертиксном шейдере. Unity не сама инициализирует grab UV, а мы вот, видите, сами создаем UV-шку для того, чтобы она у нас не была перевернута, текстура. Дело в том, что у нас есть сбой в системе координат такой, даже не сбой, а хитрость, птича. Особенность, в результате чего наша grab текстура, UV-шка ее перевернута вверх-вниз, и здесь мы это дело все инвертируем в вертиксном шейдере. Остальное заполняет unity с аматкой. Ну, значит, наши UV-шки основной текстуры, UV-шки bump-мапы, и, соответственно, вектор отражения в мировых координатах, то есть world reflection, это как раз таки вектор отражения в мировых координатах. А, и internal data, это особенная штука unity, которая позволяет, нужна для интерполяции текстур. Это Александр тоже поподробнее расскажет, у меня просто ошибка выбилась, и без этой штуки шейдер не работает. Я сам не представляю, что это значит. Соответственно, в функции вертиксного шейдера, секунду, ну, не знаю, собаки, больше, Оно прошло или наказано, и мы продолжаем. Кстати, у нас кто-то присоединился к демонстрации, девятый человек, я не знаю, высылал ли я ему пин-кодов. Очень странно. Ну ладно. Продолжим. Далее в Surface Shader мы уже, соответственно, работаем с тем этим делом, как-то применяем какие-то нормали, какие-то цвета и так далее. Это уже интереснее, согласитесь, чем назначать какие-то свойства, уже интереснее как-то там цвет поменять, там по нормальке его отразить, отражений там добавить, еще чего-нибудь крутого. Это уже интересно, это шейдер, это весело. Соответственно, у нас есть какая-то input структура, в которой нам ведутся какие-то данные, которые вот здесь я описал, и какая-то output структура, которая уже нужна чему-то другому. То есть мы в конвейере выполняем свою задачу, настраиваем поверхность, а там уже что-то с ней сделают. Наша задача только заполнить структуру Surface Output, соответственно, у нас есть Albedo, наш цвет. Мы проецируем 2D текстуру, как раз таки нашу grab текстуру по UV-шке. То есть у нас в итоге, после вызова этой функции, получается какой-то цвет. И мы умножаем этот цвет на color, то есть который мы зададим в инспектор. Все знают то, что если умножить один цвет на другой, у нас получится какой-то промежуточный цвет, точнее один наложится на другой по сути. Поэтому если мы, допустим, возьмем 2 текстуры, и умножением наложим одну на другую, у нас получится то, что на одну текстуру легла другая. Допустим, так облака можно сделать. Допустим, взять текстуру облаков, натянуть на обычную текстуру, и перемножить их. И у нас получится какое-то наложение теней, облаков, допустим. Вот, умножая цвет из grab текстуры на какой-то color, мы добиваемся вот такого вот эффекта. Когда у нас, допустим, чтобы нагляднее было, я беру нормальную мапу, у нас есть grab текстура, соответственно, какая-то, то, что сзади нас, также беру куб мапу, то есть у нас есть какая-то текстура сзади нас, то, что было, и мы умножаем это на какой-то цвет. Если это будет белый, ничего не произойдет. Вот как у нас выглядит grab текстура, и мы начинаем уже экспериментировать цветами, накладывать. Можем также наложить какую-то текстуру еще одну. Вот. Можем вот такие вот штуки делать. Очень прикольно. Умножать цвета, выбрать range опять. Вернем нашу нормальную мапу, и вернем нашу куб мапу. И уже какое-то красивое стекло появилось. Соответственно, сзади нас здесь понятно. Далее у нас идет настройка нормали, то есть нормаль поверхности. В данном случае мы просто, опять-таки, берем точку на текстуре, и далее стандартной функцией, которую предоставляет нам наша библиотека, делаем unpack normal. Unpack normal. То есть у нас нормали закодированы, запакованный цвет какой-то, и из этого цвета мы, соответственно, выдираем трехкомпонентный вектор, который будет являться направлением каким-то. Что с этим направлением дальше делать, мы уже сами решим. Вот. Мы это записываем в структуру на output, и далее настраиваем отражение. Здесь мы вызываем функцию textCube, которая достает из а кубмапы по вектору, по вектору, соответственно, какой-то пиксель, потому что у нас как для кубмапа, это такой куб вокруг точки, и мы берем эту точку, берем вектор, и у нас откуда-то из кубмапа берется пиксель. И мы его дальше используем. Мы берем, получается, какой-то вектор. У нас идет вектор четырехкомпонентный, это RGBA, но для эмиссион наших, для наших отражений нужно только RGB. Соответственно, мы отсекаем от этого вектора RGB компоненту, и множим этот трехкомпонентный вектор на скаляр эмиссион рейндж, то есть на силу нашего отражения. Если бы у нас скаляр был нулем, то, соответственно, каждый компонент вектора был бы тоже нулем, и в итоге мы бы ничего не отражали. А если бы наш скаляр был однеркой, мы бы все полностью отражали, как есть. И, получается, мы можем играть с раметром, умножить на 0.2, умножить на 0.3, на 0.4 и так далее. Получаем какие-то промежуточные результаты. Также у нас тут есть, мы записываем в альфу, но это не работает. То есть, если я буду сейчас альфу нашего калора крутить, у нас ничего не произойдет. Это у Александра надо спросить, почему такая фигня происходит. Я сам не в курсах. Вот такой вот у нас простой шейдер. Согласитесь, шейдерами можно элегантно решать такие простые задачи. То есть, 20 минут в гугле, или 5 минут шейдеров. Есть вопросы по этому шейдеру. Допустим, что-нибудь по нормалям и так далее. Кстати, упустил один важный момент. Вот здесь мы записали в output структуру нашу нормаль. И здесь мы ее используем. Кстати, это World Reflection Vector. Это, насколько я понимаю, вкручение World Reflection на плюс нормальки. То есть, он их как-то складывает, и в итоге у нас получается результирующий вектор. А есть вопросы по этому шейдеру? Надеюсь, не один тут расплавился. Да, Emission — это отражение. Сейчас пришли в ссылку, где у нас полное описание каждого поля есть. Структура, не пускай. Структура, структура... ...сурфейса output. То есть, что мы можем делать с шейдерами? Сурфейсами. Каким нас тут можно срочить? Вот, соответственно, ссылочка. Отражение ни от чего. То есть, мы сами указываем, чего это отражение. Отражение от поверхности объекта, отражение от пикселя. Ну, для этого есть шейдер Forge. Александр уже расскажет по нему в подробности, как эти все формочки там перемещать. То есть, отражение от, так сказать, нашей поверхности, от нашего пикселя. По сути. Forge Surface у нас справит поверхность и, соответственно, каждый пиксель на этой поверхности. мы задаем каждому пикселю какое-то отражение. Давай попробуем. Попробуем в стандартный колор применить комиссионный. И вместе с тобой проверим, каково это. Ну, соответственно, это вот такое вот забавное отражение. По сути, очень засветленные участки появляются. Но дело в том, что мы берем отражение от кубмап и, соответственно, по каким-то векторам. Поэтому у нас идет какое-то изменение и более интересные штуки, чем если бы просто какой-то пиксельный цвет заливали. Вот. Должно и проверить. Мы можем, допустим, на отражение накладывать какой-то колор, добавок, Emission Range. Вот так вот сделаем. И потом еще этот вектор, допустим, можем помножить на какой-то колор. Можно даже наш мейль на скидить. У нас уже облака отображаются так просто, как раньше. Они уже с наложением красного цвета. Но это я считаю в данном шейдере не нужно. Хотя вот с нормальной мапой смотрится вполне так бодро. Налет похоже даже чем-то. Нет, мы не берем отражение от другого шейдера. Отражение от другого шейдера это уже Global Illumination какой-то. У нас необъемное освещение. По сути Emission это какой-то пиксель с нормальной мапой наложен и все. Там ничего четверо нет. Это уже конкретнее по алгоритму отражения нужно смотреть. Сейчас, в принципе. У меня вот книжечка в Тинни Лаймерса лежит. И там что-то было про Emission. Но более к алгоритмам ближе нас Александр заведует. Так что на следующем занятии просто не вас просите. Он это уже расскажет. Все дело. Вот. Такое коротенькое занятие получилось, чтобы занять вас чем-то. А если кому-то нужны исходники шейдера хочет его поковырять, допустим, поизменять какие-то значения, что-то помножить, что-нибудь поделить и так далее, могу выслать. Это очень полезно будет на самом-то деле. Но если кто-то не хочет работать с кодом, может не работать, у нас просто потом начнется шейдер фордж и все будут доводен. Так, пока что массаж все завершу. Сейчас высшим и запакуем проект. У кого какая версия Unity? Сейчас я просто тогда заархивирую весь проект и вы сможете либо оттуда его как-то импортировать, либо просто скопировав код. сейчас сцены сохраню. Сейчас все вышлем. Я заархивирую только паб-классы. Вот что мне не нравится в Яндекс.Диске, это то, что он не позволяет переименовать файлы. Ну, у всех 4.5. У меня просто 4.6, если бы я экспортировал как кассет, то произошла бы проблема, если бы вы попытались его импортировать, вас бы выбило то, что Unity не поддерживает такую. Ассет сделан в более ранних версиях Unity. А, в более поздних версиях Unity. У меня еще со вчерашнего стрима немножко поплакал. На самом-то деле. Яндекс.Дис все еще загружает. Ждем. Ждем. То есть, вы можете этот шейдер как-то загрузить к себе, как-то его поковырять, переделать, перестрасти с прекрасным. А также, не забывайте читать то, что я скидываю. У вас там целых ссылки уже накопилось. Я в систему их добавлю. То есть, ссылки на шейдер и, соответственно, ссылки на мануалы вместе с записью. Ближе через часик где-то все это будет там дело. Единственное, скину загрузку линк. то я могу в принципе и забыть про это все дело и вы до завтра будете без шейдера сидеть. А шейдер Forge, да, крутая фигня. Кто-нибудь и пользовался уже? Ну, пока пишите, расскажу свою как я работал с визуальными редакторами шейдеров. Это было еще тогда время, когда был в Strumpe, еще не допиленная версия Strumpe, шейдер-эдитер. Эта херня генерировала такой забавный код. Он был просто гигантским и жутко неоптимизированным. Его приходилось всегда руками выпрямлять. Он скорее для процедитирования был годен, чем для разработки именно шейдеров. Шейдер Forge примерно та же фигня, то есть он больше, конечно же, для прототипов шейдеров, которые потом можно переделать руками в более оптимизированные варианты. Но все-таки у шейдеров Forge с этим чуть-то лучше дело, и для каких-то стендалон игр, вполне антипичных ПК-шных, можно все и на шейдер Forge делать, и проблем с производительностью не будет. Вот, конечно же, делать шейдеры на шейдер Forge для мобильных игр. Это грех и кочунство, Бог все видит, но можно попробовать на самом-то деле. Так, вот ссылка на загрузку. Вот, я вкинул ссылочку на загрузку ассетов, которые мы сейчас программировали. Все зарегистрировались в системе, ребят. Пины потом они последние. Мы их опять не высылаем. Они один раз на всю жизнь даются. Поэтому, кто не зарегистрировался в системе, потом лучше пины не просить. Это будет долгая морока с восстановлением этого видео. Поэтому все ищут в приватных чатах сейчас пины. А, нету. У нас единственное, по сути, в мобилах те же видеокарты просто они слабее и шейды не такие высокие до 2.0 лимит. Это тот же шейдер, просто он должен быть оптимизирован. Нужно оптимизировать нужно выносить какие-то просчеты из шейдеров и так далее. особой разницы нету, просто нужно делать их учетом того, что он может просадить производителя. По ПК-шку можно программировать, она нормально будет работать на тысячу объектов, а в мобиле уже такая сентяня не прокатит. Допустим, можно вынести из... ... ... ... Да, то есть у тебя получается шейдер форж будет генерировать тот же код, что ты бы допустим сам написал. Просто ты это будешь делать допустим шейдер форжи какие-то блоки таскай визуально, а потом шейдер форж тебе просто генерирует код шейдера и все, который уже будет использоваться ты можешь его потом открыть и отредактировать если хочешь. Если не хочешь можешь не редактировать. Ага. Вообще их все как бы ручками пишут новые идеи на фигуальном редакторе. А то дкшников экранжем шейдер шейдер намного проще шейдер а пбс да можно познакомиться с этим обязательно у нас третье или второе занятие по пбс нет то есть под физ шейдерами ты подразумевал не а типа это блин даже не знаю если честно но физ шейдеры это вертикс шейдеры это не какая-то хитрая штука это те же вертикс шейдеры они просто на объектах вертиксы изменяют думаю можно почему нет но это уже Александра лучше спрашивать допустим та же ткань у нас делается каким-нибудь черно-белой текстурой точек приложения силы и дальше просто по этой текстуре у нас вертикс смещается по какой-то из осей и вот у нас ткань соответственно в скрипте мы обрабатываем если к объекту прикоснулись просто точку ставим черного цвета на текстуре и шейдер выкрутил туда вертикс ну ладно тогда на этом будем заканчивать опять-таки все записи все будет в системе там появится раздел шейдер интенсив можете зайти посмотреть и так далее а я уже есть как создать хероин за 100 рублей может быть принц я знаю но я воспринял это как нешутку я пошел дальше я начал продавать тетрел о том как делать хероин а как сделать шейдер чтобы владимир город банил блин достаточно просто нет если ты сделаешь шейдер то владимир тебя забанит еще сильнее потому что он не умеет делать шейдер то есть такие вот дела он твои эти только кубы по крену таскает в сайбере левел дизайн почему бы нехороший профессион да не что это ну перестань не каждый же день не пить хотя ради вас все что угодно завтра в это же время 7 часов 19 мы наверное выложим так же в группу систему таблицы с расписанием вчера был стрим 5 часов 2 часа на публику и 2 часа hangouts остались нет практика будет мы все будем разбирать на практике прямо в шейдер форте у нас еще третий день будет где шейпер по заявкам то есть что вам интересно он будет пытаться реализовывать я не знаю почему-то об этом не знал потому что была рассылка по базе и в группах постили во всех я не знаю почему но мы просто получается только за час до начала я просто кинул лунгку о том что я начинаю и все 40 человек пришло в принципе посидели посмеяли но мы в пбр будем физико базе трендер то есть в пбр шейдеры будут у нас а вот физически я не знаю ну я может быть могу с этим потому что физическим я уверен нужно писать какие-то скрипты дополнительные потому что сам по себе шейдер умеет может весьма такой ограниченный круг задач решать вроде по синусоидальному времени с движения движения вертиксов по игре к оси там ничего хитрого нельзя сделать а вот скриптами уже создание каких-то текстурок с преобработанными данными а потом передача это все в шейдере и движение по ним вертиксов это уже весело а на этом будем уже все-таки закругляться всем пока всем спасибо кто пришел и опять-таки извиняюсь за то что у нас не было Александра не было нашей звезды пришлось мне отдуваться а я в шейдерах не особо надеюсь кто-то что-то полезное узнал и дальше будет все очень хорошо а на этом пока всем ребят не забывайте что-то не забывайте что-то не забывайте Продолжение следует...